Да, на самом деле это очень большая нагрузка, и для кого-то это такой первый масштабный сбор, и организм, еще не привыкший к таким нагрузкам, он реагирует по-разному. Больно, конечно же, но я терплю. Плакала? Чуть-чуть. Не было желания все бросить? Никогда. Я хочу стать тренером, хочу быть олимпийской чемпионкой и все это сразу сделать. Нельзя жалеть, да, то есть мы должны поддерживать, должны подталкивать. Ребенку это даже не только в спорте, да, то есть это и в жизни пригодится, то есть это вот характер, да, закаливает. Да, лучше, и глаза, да, сейчас сразу горят, и потолок, вперед. Здесь мягче, ничего. Ваши девочки должны работать по системе определенной, то есть это должна быть четко выработанная система для тренеров, это должна быть дисциплина самих гимнасток, это должна быть еще и работа с родителями, потому что от них очень много зависит. То есть еще здесь параллельно тому, что мы ведем физическую подготовку, мы очень много выделяем внимания именно такой образовательной, воспитательной программе, чтобы девочки учились уже с раннего возраста, дисциплине, организованности. Потенциал у всех есть. Еще раз говорю, трудолюбие, трудолюбие, трудолюбие. Кому-то нужно в зале побыть. Четыре часа это достаточно в день, кому-то восемь мало. Поэтому это все индивидуально. Если у ребенка приходит ребенок на тренировку, у него горят глаза, все с этим ребенком, будет все в порядке, и он быстрее получит свой результат. Результаты уже довольно хорошие. Вот я обруч делала на той неделе, у меня ничего не получалось, а на это я уже чисто сделала. Я получаю большое удовольствие, когда мы приезжаем на соревнования. Когда ты видишь своего ребенка, они такие подтянутые, они такие бойцы. Несмотря на какое место занят ребенок, это совершенно не важно. Они красивые, у них интересная жизнь. Редактор субтитров А.Семкин